Всем привет! Меня зовут Юлия и в этом видео я покажу вам несколько полезных с моей точки зрения советов, как рисовать углем. Я подготовила все материалы, которые я буду использовать. Я отрезала кусочек лячки, потому что ее так удобнее использовать и наточила все карандаши. Когда я точила этот карандаш, у него отвалился целый кусок грифеля. Такое бывает, к сожалению, с угольными карандашами. Что же можно сделать, чтобы не выкидывать его? А сделать можно следующее. Просто вставить этот кусочек в механический карандаш подходящего размера и можно далее точно так же рисовать. Точу я угольные карандаши канцелярским ножом. Затем затачиваю их до нужной остроты стержня с помощью наждачки. Я использую специальный инструмент от Нитрам. Это очень удобная штука, но в принципе это просто наждачная бумага, приклеенная на деревяшку. Есть еще вот такой вариант от Лиры, например, а такая штука есть у многих фирм. Фаба Костел, например, ну и другие. Но в общем-то это то же самое. А вот этот уголь, который образуется при затачивании, я не выкидываю. Я его собираю, например, в коробочку от шоколадок. А собираю я его, потому что этот уголь темнее, чем тот, который продается в виде угольной пыли в баночках. И сейчас я покажу вам, как же я его использую. Я беру вот такую штучку. Это косметические спонжи. Их можно купить во многих магазинах, где продают косметику, а также онлайн, например, на Алиэкспресс. Как использовать спонжик? Да очень просто. Макаем его в угольную пыль и рисуем. Таким образом получаются мягкие пятна. Это очень полезно для прокладывания больших тоновых пятен. Клячка используется следующим образом. Ее нужно вот так вот помять-помять, сформировать нужные ширины край и уже им работать. Клячкой можно не просто стирать, можно делать какие-то светлые пятна, например, блики на волосах, на многих местах работы. А теперь давайте разберем использование этих материалов на примере шара. Мы рисуем круг карандашом ХБ, берем спонжик и прокладываем тень. Допустим, свет у нас падает вот отсюда. С помощью спонжика очень удобно прокладывать тень. Также можно вот попкой его растушевать края. А затем карандашом подровняем и углубим падающую тень. Давайте рассмотрим второй способ. Рисуем круг. Ну, он не совсем круглый получился, но ничего, сейчас поправим. А теперь я покажу вам, как сделать очень крутой инструмент для рисования углев. Выглядит он вот так. Внутри этих мешочков находится уголь. Сделать такой мешочек очень просто. Мы берем старый капроновый носок, отрезаем необходимую размеры кусок. Я хочу сейчас сделать маленький мешочек, потому что формат работы у нас А5, то есть довольно маленький. Поэтому я отрезаю небольшой кусок капрона. Теперь у меня будет использоваться двойной слой капрона, потому что я хочу, чтобы мешочек рисовал мягко. То есть уголь будет просачиваться через два слоя капрона, и поэтому не так быстро, как если бы я сделала один слой. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. Теперь мне нужно измельчить уголь. Конечно, это можно сделать разными способами, например, тем же канцелярским ножом. Но мне удобнее воспользоваться наждачкой. Я беру свой любимый инструмент и точу уголек об него. Затем аккуратненько завязываю, чтобы получился мешочек. Для закрепления мешочка я использовала резинку, но вы можете взять, например, нитку или любой другой материал, который вам удобнее. Также совсем не обязательно крошить угольные палочки. Можно взять готовую угольную пыль, которая продается в баночках. Так называется вот такой шарковый пульвер или что-то типа того. Можно использовать уголь от заточки карандашей, которые я собирала в самом начале видео. Вариант от масса. Выбирайте свой. Теперь нам нужно разработать наш мешочек. Мы рисуем им до тех пор, пока он не начинает довольно-таки хорошо оставлять след. Этим мешочком можно не только рисовать, но и растушевывать уже нарисованные тени. А теперь применим наш мешочек на шарики. Им очень удобно работать, на мой взгляд, это гораздо удобнее, чем спонж. Ну, это на вкус цвет колбаса разная. Вы сами определите для себя, что же вам удобнее. И вот, смотрите, уже получился шарик. Подровняем его клячкой. Также можно использовать угольную палочку, растушевать бумажной растушевкой. Вариантов, как всегда, масса. Пробуйте, вырабатывайте свой стиль. Идею создания этого суперинструмента, этого мешочка, я подчеркнула на курсе портрета у Полины Ишхановой. И до сих пор им постоянно пользуюсь. Спасибо ей огромное. Но вернемся к нашему шарику. Теперь мы добавим свет. Сначала немножко вытерем клячкой, тем самым. А затем самым белым карандашом поставим блик. Там, куда, собственно, падает свет. Затем берем более теплый и мягкий белый и смягчаем края блика. Таким образом получается вполне себе реалистичный шар. Добавляем еще падающую тень самым черным карандашом. И вот, пожалуйста, наш шарик готов. Таким образом мы разобрали светотеневое строение шара. Нам это очень пригодится в портрете. Потому что глаз это, как известно, шар. Ну а голова это яйцо по сути своей. Ну и так далее. Я тут не буду вам читать лекцию по анатомии. Это вы можете посмотреть других видео. Их очень много на ютубе, например. Давайте разберем остальные инструменты. Сейчас я покажу, как я использую твердый ластик в карандаше. Допустим, я нарисовала тень на щеке. И она получилась слишком жесткой. Тогда с помощью вот этого вот жесткого ластика можно смягчить эту тень. Потому что сделать это пальцем или растушевкой не получится. Останутся штрихи от карандаша. Берем жесткий ластик и проходимся по краю тени. При работе этим ластиком нам в бумаге образуются такие вот катушки из кусочков этого самого ластика. Вот они, видите? Вот с помощью этих кусочков и можно растушевать такую тень. Потому что каждый маленький шарик от ластика работает как ластик. И таким образом переход тона станет более плавным. Ну а лишнее можно сдуть. Вот для смягчения таких жестких переходов я использую в основном жесткий ластик. Ну и конечно можно и просто стирать. Еще он очень полезен при растушевке фона. Допустим, мне нужно сделать растяжку тона вот отсюда и к краю свести на нет. Как сделать это плавно? А вот этим самым жестким ластиком. Я штрихую угольным карандашом и растушевываю в данном случае пальцем. Я вообще очень часто работаю пальцем. Мне так удобно. Видите, получается не очень-то ровный переход. Тогда я беру наш ластик и прохожусь им там, где остались штрихи. А затем чистым пальцем, не грязным. Я растушевываю эти самые катушки. Потом снова карандашом и снова ластиком. И так до полного эстетического удовольствия. Руки в процессе работы я вытираю мокрыми салфетками. Итак, карандаш ХБ я использую для предварительного рисунка. А для самых и для не самых темных мест рисунки. По мере углубления тона беру более темный карандаш. И для самых глубоких теней самый темный карандаш. Белые карандаши. Один самый белый для бликов. Второй для переходов от тени к свету. На примере светотеневой растяжки я покажу вам, как я их использую. Более светлый черный и более теплый белый использую для плавных переходов. Зачем же нужен более мягкий белый? Сейчас я продемонстрирую это на примере. Допустим, я рисую вот этим карандашом. Я что-то тут нарисовала. Вот, смотрите. И теперь я захочу, допустим, сделать здесь светлые. Я спокойно могу вот так рисовать. Спокойно могу их смешивать. Получается такой светло-серый тон. Он довольно-таки приятный. Потому что вот этот карандаш, он теплого. Он дает теплый тон. Теплый белый тон. Вот этот карандаш дает очень холодный белый яркий свет. И поэтому смешивать вот напрямую с черным будет некрасивый такие, как бы это сказать. Ну, сейчас я покажу. И с помощью вот этих, вот этого карандаша, вот этого более, который хорошо растушевывается, можно сделать такой плавный переход. Из темного, да, вот там у нас был ХБ, значит, берем здесь еще более темный, да, вот такой. Да? Сейчас. Смешаем, вот. Такой совсем темный. И до самого темного. Здесь мы можем сделать самый-самый темный. Да, вот так. И вот такой у нас получился переход. Потренируйтесь у себя. Потренируйтесь вы этим тоже, потому что это очень полезное упражнение. Сейчас я беру лишнюю резиночку. Вот такой у нас получился градиент. Можно еще вот здесь белым прям до конца сделать. Вот как с помощью вот этих вот карандашей можно создать вот такой градиент. Ну, тут его можно дальше уже доводить до степени перфекционизма, уже это зависит от вас. Теперь я покажу, почему я использую именно вот этот карандаш. Смотрите, если я, допустим, сделаю... Делаю вот такой. И прямо вот здесь вот черным нарисую, белым нарисую. Это если блик им вставить, то это нормально. Но если я начинаю растушевывать, смотрите, как оперативно получается цвет. Видите, такой прям какой-то грязный такой получается цвет. Вот, и чтобы этого избежать, особенно вот с таким вот, получается некрасиво. Посмотрите, видите, какой он получается грязный и противный такой. Такой прям грязный такой цвет получается. А если я беру... Вот такой карандаш, смотрите, получается такой коричневатый оттенок. Видите? Ну, совсем не грязный. То есть, ну, он просто... Это просто как бы восприятие на самом деле глаза. Вот. Поэтому можно спокойно делать переходы. Видите разницу? Ну, вот, собственно, и все. На этом я с вами прощаюсь. Пробуйте, пишите в комментариях. Может, у вас есть свои какие-то лайфхаки. Я буду очень рада вашим комментариям. Мне очень интересно, полезна вам была эта информация или нет. Ну, а у меня на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok